всем вселенский привет мои дорогие друзья желаю вам счастья и здоровья всего самого лучшего и начинают для вас расклад на предстоящую неделю чего ожидать к чему подведут высшие силы что от вас отведут как помогут какие дадут возможности энергетика энергия каждого дня как обычно у меня два расклада слева и справа и так я сейчас в этот момент попрошу вашей силы показать вам ваше будущее дорогие друзья если вы выбрали эту колоду вы будете смотреть именно на этой колоде если вы выбрали ленорман вы будете смотреть именно на ленорман но я вам любом случае советую просматривать обязательно все видео много советов от высших сил от хранителей рода не бывает и здесь на дне колоды карта медведь но это очень хороший знак это знак того что высшие силы вас во первых любят хотят чтобы вы были мощные чтобы у вас был сильный иммунитет это супер важно сейчас я уже давно ну и 16 года делаю расклады тоже на здоровье говорю что нужен здоровый образ жизни чтобы повышать иммунитет но такие видео обычно не не очень популярные люди как-то но многие наплевательски относит относятся сейчас уже вряд ли но раньше наплевательски относились к своему здоровью а например потребление алкоголя лишнего сахара понижает иммунитет что вы знали это я об этом говорю уже много что нужно вести здоровый образ жизни сейчас это номер один но какой бы здоровый образ жизни не был если человек ментально негативный у него иммунитет будет плохой поэтому я вам советую быть ментально очень видеть возможности видеть ну наполненным быть энергией и мои расклады всегда то это мотивация ангелов я просто призываю ангелов они вас мотивируют на то чтобы верить в себя и верить в верить свое проведение это карта ангелов ангелов исцеления я взяла ангелов исцеления тоже для вас и это будут карты которые я выложу сейчас а посмотрим мы их дорогие мои в конце расклада мы возьмем одного ангела исцеления для таро и другого ангела исцеления мы возьмем с вами аналина роман хорошо и так это для таро вот этот карта вот 2 2 значит будем по 2 брать вот видите выше силы меня ведут я конечно подчиняюсь полностью им вот эти два ангела благословляют эту колоду таро чтобы она для вас показала истинную правду и помогла вам помогла тоже потому что это не базарное какое-то ироническое гадание или еще какое-то вот уже ангел себя показал это настоящее при вас все дело ангел себя показал называется стадии изучает свою дорогу в жизни смотри что где воспользуйтесь возможностями хорошо ангел один показал себя но от 2 откроем потом и потом поговорим об этом эти два ангела исцеляют и защищают вас а также освещает вот эту колоду ленорман что показать вам всю чистую правду все мои дорогие я начинаю ангелы будет здесь присутствовать а я начинаю расклад расклад для вас мои дорогие я знаю что сейчас может быть вы отдыхаете или вы занята какими-то делами но самое главное чтобы вы знали что всегда высшие силы вам прислали это видео в тот момент когда вам нужно нужна помощь так это будет ангел понедельник мои дорогие понедельник понедельник на таро и понедельник на ленорман да на ленорман ну что смотрим с вами понедельник на таро это туз жезлов это очень хорошая карта много энергии будет силы вот очень хорошо начинать какие-то дела или с кем-то встречаться разговаривать строить планы очень хороший день для этого энергия будет высокая у вас хорошая энергия а вторая карта говорит десятка чаш но это для любви это вообще такой хороший день чтобы или встретить любовь или наладить отношения помириться десятка чаш это когда так все хорошо в личной жизни что как хочется сказать остановись мгновение вот эта десятка чаш как раз об этом очень хороший день для близости спальня потому что тут жезлов это означает но когда-то жезлов подтверждается десяткой чаш конечно это влюбленность это забота друг о друге если нет любимого можно найти можно помириться можно улучшить свою личную жизнь вот понедельник очень хороший день для личной жизни для домашних дел ленорман говорит крест и корабль но вот в понедельник нежелательно планировать там поездки или покупать билеты куда-то вообще планировать поездки нежелательно в понедельник да если вы купили уже давно билеты в понедельник едете то нужно попросить вот этих ангелов которые я раскрою в конце чтобы вам помогли поспособствовали уже разве есть билеты то ну что делать да но билеты можно отменить некоторым даже советуются отменить поездку по этим картам крест это что-то тяжелое тяжелое путешествие здесь могут быть например люди которые к вам приедут какие-то люди но нагрузят вас их нужно обустраивать или же быт как-то поменяется связано с тем что кто-то хочет приехать к вам но это человек приедет он может с вами поссориться он может приехать и на самом деле как бы дочь или или мать приедут вы радуетесь но это будет нагрузка это будет конфликтная ситуация так что будьте очень аккуратны чтобы не поссориться да вообще ленорман сказал что будьте аккуратны предупредил а таро говорит но если будете делать все правильно как бы не нарушить никакие границы то во все будет хорошо день пройдет успешно но все-таки крест это какая-то тяжесть может какие-то тяжелые задачи будете решать может тяжелая задача начнут наконец сдвигаться с мертвой точки то есть решаться это в принципе тогда крест хорошая карта стяжи ну как бы тяжело но решается такой вот такой прогноз на понедельник до смотрим на вторник мои дорогие смотрим на вторник первая карта вторая и на ленорман сразу беру вы можете себе выбрать я лично всегда просматриваю 2 у меня всегда исполняются прогнозы я когда пересматриваю еще раз неделю в конце недели всегда так делаю я вижу что все сбылось буквально все так что я вам тоже советую просматривать несколько раз в течение недели если есть желание вы хозяин барин конечно да и так это у нас девятка меча во вторник что-то вас мог может огорчить и какой-то сон плохой или много встали не стой ноги плохое настроение до во вторник семерка пентаклей знаете может такое быть что вы что-то ищите там на компьютере в каком-то магазине чувствуете денег не хватает это купить не можете не расстраивайтесь такое бывает что денег не хватает потому что именно без этой вещи вам лучше обойтись она вам не нужна это будет выброс ваших денег ну что ваши деньги заработанные трудом это ваша энергия деньги это энергия и здесь прямой такой вам совет не расстраивайтесь если что-то вы не можете во вторник купить это ничего страшного в этом нет значит вам не нужно это а карта якорь да видите деньги останутся в кармане и так это хороший знак а также рыба деньги да ну вот это стабильное отношение с кем-то кто-то вам может оказать услугу какую-то кто-то вас любит заботиться вы на виду кто-то за вами следит чтобы вам помочь поспособствовать подставить плечо мужское если это мужчина но якорь это надежная любовь это надежная любовь чья-то это знаете когда дела идут когда все нормально все нормально и не сетуйте что вы что-то не купили у вас будет все хорошо так что есть есть какой-то якорь есть какая-то основа есть что-то такое что даст вам вот это ощущение защиты якорь это защита это когда вы знаете что есть на кого положиться до есть вот какая-то может быть составляющей вашей жизни которая постоянная но у себя сама постоянная но если мужчина сам это главное самое но тоже другие люди ведь рыбы это деньги тоже не только любовь но и деньги постоянная любовь постоянная забота постоянные деньги что-то очень постоянное хорошее к вам будет приходить так что это это хороший расклад знаете когда выходят рыбы вместе с якорем это очень хороший знак это знак того что вы не будете страдать вы не будете бедны вы не будете нуждаться во вторник могут приходить мысли о и несчастная бедная почему меня вот мне так не везет бьюсь как рыба об лед не могу заработать хорошо вот эти мысли они все негативные вам не нужны потому что я вижу что у вас стабильность будет денежная вы не будете нуждаться ни в чем ну что нужда это прежде всего вот это в голове у нас дата в общем когда у нас нуждаты когда у нас расходы превосходят доходы во вторник я смотрю что доходы будут превосходить расходы что на самом деле здоровые финансы тоже смотрим дорогие мои на среду первая карта и 2 на среду и здесь ленорман что скажет интересно на среду вам окей среда здесь карта дьявола выходит вот кто-то хочет вас привязать навязать вам знаете приглашаю на бокал как красиво но самом деле это привязанность если каждый день небольшая выпивка это депрессия потому что алкоголь депрессирует он как бы кажется что лечит да вот так такую депрессию или плохое настроение на самом деле он лечит не лечит он лечит только на пять минут но он калечит это может быть у вас кто-то выпивает или у вас есть такая привязанность не стесняйтесь и и у нас есть стигма что-то плохо этого нужно стесняться особенно у женщин если есть такая привязка да или у вашей родственницы какой-то как она наверное секретно выпивает дьявол потому что их видно людей которые секретно выпивают они очень развязаны в поведении алкоголь развязывает человека он делает из человека собранного который знает границу что когда нужно говорить или делать он делает человека такого развязанного типа свободного харизматичного веселого на самом деле это человек нездоровый если у вас есть такой родственник сторонитесь его потому что дьявол это плохая карта эта карта говорит что кто-то хочет вам может навязать какую-то покупку в среду хочет привязать к чему-то до приглашает на бокал как я уже сказала да или же кто-то дает вам неправильный совет кто-то дает вам ложный совет двойка пентаклей касательно денег покупки опять вот покупки покупки я здесь вижу неделя уже дошла до середины до среды и у нас опять карта одно и то же говорят будьте осторожны с неправильными покупками то что красиво красивая обертки скорее всего внутри то что вам не нужно деньги берегите свои двойка пентаклей это когда у вас деньги будут если у вас расходы будут ниже чем доходы и дьявол он то этого не хочет дьявол хочет наоборот чтобы у вас доходы все выходили в расходы другим хорошо вам плохо да дьявол говорит остановись это не покупай будь осторожна обдумай покупку хорошо и не слушая никого кто вам дает советы в среду советы могут быть ложные кто-то хочет наоборот навесить замок потому что по дьяволу он навешивает на вас замок закрывает вам дороги нам куда-то кто-то хочет дать вам ложную информацию вас запугать или запутать будьте аккуратны ну что дьявол может воплощаться в людей временно он не может быть вот например человек не может все время хотя такой тоже бывает да но редко в основном дьявол может временно вселиться потому что этот человек выгодные дьяволу чтобы вам помешать да будьте аккуратны если вы смотрите в глаза человека и вы видите что он откровенно хочет вам что-то навязать то что вам не нужно хочет вас использовать это будет видно потому что карты говорят вы когда зададите такой вопрос себя этот человек он а дьявола или от бога вот вы сразу поймете вы почувствуете так что вот среда такая да здесь вот я вижу неделя больше знаете думать чем покупать сердце соленорман и гроб ну вот смотрите сердце закрыто до гроб это что-то закрыто это ваше сердце закрыто может быть для любви для отношений сердце закрыто потому что страх в сердце не верю в себя и сердце закрыто от плохих людей это хорошо то есть в среду ваше сердце будет закрыта гроб и дьявол но это обратка врагу это однозначно вот такой расклад это простая обратка врагу то есть враг который хочет что-то навязать вас принудить к чему-то он будет вам понятен виден вы сможете избежать его влияния но сердце эта карта тоже что вот эти враги могут действительно дьявол может вселиться в ваших домашних будьте аккуратны сердце это люди которых вы любите но это не их как бы это не их лицо это просто дьявол их используют да это может быть вполне что кто-то из домашних может вам быть просто камнем преткновения вашей цели вас или отвергать или вам не советовать или с вами ссориться мешать вам сделать что-то да потому что они якобы из большой любви думают что для вас это будет полезно будьте аккуратны здесь закройте сердце для в дьявольских проделок гроб тоже может быть вместе сердцем это вас предупреждают ваш родовой канал то есть это то что было раньше в ваших жизнях это ваши предки они предупреждают охраняй свое сердце от врагов не влюбляйся в человека не очаровывайся если ты еще не знаешь по поступкам суди это люди которые в вашем на вашем предприятии в вашем доме на вашей улице в магазине судите по поступкам только по поступкам они потому что люди хотят от вас что хотят вам навязать да это может предупреждение от вашего рода для вас в среду охраняйте свое сердце но тоже знаете его гомеопат скажу сердце вместе с гробом может означать что вы мало двигаетесь гроб это когда вот вы много сидите мало двигаетесь или или переживаете нервничать и плачете боитесь чего-то и это это очень плохо для вашей сердечной чакры для вашего сердечного здоровья нужно больше двигаться вставать вот и через силу сказать себе но я далеко не пойду я только на 10 минут выйду а вот вы увидите что аппетит приходит во время еды вы выйдете вам захочется уже и 20 минут и 30 пройтись или может быть контельку какую-то поднять или может быть улыбнуться себе в зеркало кстати тоже вот улыбка и смех без причины просто так это конечно очень все полезно нельзя смеяться над людьми это плохая энергетика а смех вот просто так смех как дети смеются это очень хорошо для вас но родственники предупреждают что вы поберегли свое сердце диета для сердца это конечно омега-3 это какие-то знаете продукты которые связаны сердечным здоровьем но вообще-то сердце прежде всего то конечно нервы спокойные и в вера в себя и в ангелов но мой канал весь об этом чтобы вдохновить вас на здоровье как физическое таким эмоциональное но я вижу что в среду вам нужно очевидно немножко что-то для себя сделать приятное потому что дьявол когда активируется он не любит когда вы себе что-то приятное делаете да он сразу отступит от вас поймет что но раз вы о себе заботитесь его проделки не будут вами восприняты всерьез так что вот здесь здесь такое послание вам четверг мои дорогие четверг еще две карты здесь беру на четверг уже вышло первое и показала себя нам ну перевернулась сальто сделала карта собака дорогие мои хорошая карта еще одну возьму карта собака не конечно друг верность преданность ну вот это очень хорошая карта любовь потому что десятка червова это любовь что говорит таро таро говорит карта мир еще один старший аркан вот видите не испугались этого дьявола отвергли его и у вас в четверг мир это заканчивается какой-то цикл что-то новое начинается выпад протекции высших сил потому что это аура ваша выпад защитой еще один старший аркан на верховная жрица смотрите видите верховная жрица и мир карта номер 2 эта карта верховная жрица и карта мир это последняя старший аркан карта 21 то есть два вы какой-то другой человек или вы ваши дела какая-то активация цифры 2 или у вас число души 2 связано с двойкой как я говорю на ангела в нумерологии основных всего три и они называются по цифрам ангел нумерологии 1 ангел нумерологии 2 и ангел нумерологии 3 на самом деле у нас девять чисел в нумерологии но всего три основных ангела и ангел 2 ангел ангел двойки это ангел помощник это тот который вас поддержит и не оставит никогда но ваши две руки 2 2 ноги 2 2 глаза два уха слушать нужно до смотреть делать выводы и так далее в общем ангел двойки и это не только ваша интуиция это знаете ваши секретные внутренние дороги которые вас к счастью ведут все думают что счастье это что-то статичное нет это это то что меняется новый цикл начинается потому что двойка на под покровительством луны луната перемены это женская энергия от света отражения свет отражения все в природе имеет отражение солнце до отражается на деревьях на воде на нас с вами и этим солнце очищает но без энергии луны энергия отражения нельзя энергия луны энергия отражения то есть отражение света и когда мы как прожектор посылаем лунный свет в своем внутренний космос мы находим там четкую дорогу к чему к своему миру но свой мир это может идея будут по делам приходить это может быть свой мир в который войдет любовь свое внутреннее пространство в доме которое будет для вас очень выгодным и удачным это очень сильный иммунитет это здоровая женская судьба это вообще здоровье потому что луна она отвечает за питание организма четверг здоровый образ жизни не забывайте и также вера вера потому что ваша аура она цельная в ней нет никаких пробоин четверг это исцеление этого дьявола который который мог активироваться в среду да очень хороший расклад старшие арканы но карта мир тоже говорит что в вашем мире все будет все это вот четверг это день на изобилие день когда вы что для себя решите всего вы достигнете закладывать какую-то основу чему-то новому вот самый лучший день неделю это четверг и конечно вы или ли еще не только собака карта верности преданности верных добрых друзей верных любимых вы вера в себя это знаете сказал сделал кто-то пообещает и вот вы четверг добьетесь каких-то бумаг каких-то хороших покупок кстати понедельник вторник среду ничего нельзя покупать а в четверг можно вот то что вы купите вы будете довольны вы радость получите и вам это действительно нужно по карте которая по под покровительством луна это вам нужно именно вам нужно и это долго будет вам служить верой и правдой вели это долго стабильно вещь будет хорошего качества да если вы что-то покупаете или же эта карта постоянной постоянство в любви верности других людей четверг да то есть вы получите от любимых то что давно не обещали вдруг выйти в они сделали это выполнили обещание или это выполненное обещание у вас очень хороший будет четверг все обещания которые вы себе даете вам дают другие люди они будут выполнены как какие-то дела продвигаются кстати сильное здоровье и может в среду если ваш вас из искушает дьявол неважное самочувствие то четверг вы уже хорошо себя чувствуете осмотрю теперь на пятницу две карты на пятницу мои дорогие и две карты на пятницу из ленорман и так что у нас выходит мои дорогие на пятницу ой таро говорит еще один старший аркан императрица вот это ваше удобное положение в обществе это когда вами довольны и вас слушают ваши домашние да может дети слушают все как нужно это как социальная львица императрица у которой все хорошо вы красивы можно себе купить какой-то наряд посмотрю или можно по второй карте четверка жезлов да с подружками где-то пойти в кафе или кто в бар кто в кафе но кто что любит да но если в бар осторожно там да вот и много силы а это может быть семейная семейная карта четверка жезлов когда все стабильно все хорошо и императрица это удобное положение когда вы красивы вы в себя верите вы имеете все что вам нужно все вас устраивает да все вас устраивает эта карта когда все вас устраивает так что пятница день хороший очень хороший вы любимы это встреча мужчины или вообще улучшение отношений приятные разговоры мы не забываем дорогие мои что отношения это разговоры вот это супер важно все остальное не важно так сильно как общение императрица общается общается правильно и с вами с любовью общаются и жезлы это в четыре раза больше энергии прибавляется когда вы общаетесь с тем кто вас любит но это очень очень удачный счастливый день до дальше ленорман говорит развилка и тучи ленорман предупреждает чтобы так хорошо было у вас пятницу как показала таро вам нужно оберегаться остерегаться а тех людей которые этого для вас не хотят которые напускают туману которые вам каркают карку каркающие гадание это шестерка туман туман запугивание ой да запугивание двойка 22 вот здесь два выходит у нас это здесь но может быть закрытие дорог потому что вместе с тучами кто-то хочет перекрыть дорогу ведь что такое тучи вместе с картой развилка это кто-то обманывает с информацией дает вам лоро ложную информацию но глупый человек думает пока вы будете ходить вот в этом тумане пока вы не будете знать что происходит это человек воспользуется вашей возможностью но это это абсурд потому что человек сам себе делает зло когда вам дает зло да ну мы знаем все что есть обратка развилка ведь поэтому камень с двух концов дверь не палка с двух концов тот кто посылает негатив тот его и получает это двойная карта до палка с двух концов так что не не волнуйтесь об этом главное проверяйте информацию в пятницу любая информация которых вам приходит или по бумагам или пока покупкам или по договорам все читаете все проверяйте не доверяйте одному человеку вообще человеку нельзя доверять да тот который хочет вам что-то от вас что-то нужно проверять проверять все бумаги проверять или это правда или это все имеет законные основания потому что кто-то что-то незаконное захочет сделать что-то вам незаконное навязать но ты такие временные трудности туман он знаете рассеивается и тучи они временные но кто-то вас не любит по развилки и хочет вам конечно помешать будьте аккуратны вот видите когда вы красивые любимые счастливы тогда конечно и враг не дремлет поэтому будьте счастливы но держите ухо востро вот такой вам совет на пятницу может быть даже связано с тем что здесь больше общения чем покупки вот я опять говорю в четверг от такое окошко маленькая где можно что-то купить а в пятницу будьте аккуратны потому что все-таки у нас развилка с тучами то может быть неправильная цена что-то по большей цене или качество плохое вот и я бы сказала здесь больше общение знаете пойти как говорят в windows shopping посмотреть просто на на то что дизайнеры делают это же насмотренность это очень все хорошо смотреть что что дизайнеры делают это не знаю что вы должны что-то купить когда мы насмотрены у нас есть вот этот актуальный подход вообще дизайну жизни но покупать ничего не нужно заметили что эти дизайнеры они ходят в одной и той же одежде всю жизнь вот посмотрите такие великие дизайнеры у них имидж не меняется они в одном и том же а навязывают нам вот их эти сумасшедшие коллекции постоянно да и моду вот эту всю и новые новые постоянно сезоны да на самом деле как это дизайнер одевался 10 лет назад так он и сегодня одевается сделайте вывод что это все проделки конечно дьявольские да но в то же время интересно конечно творческая мысль вот только в этом плане я бы смотрела на всякие дизайны или интерьера дизайна или одежда дизайн или косметики почему я говорю об этом потому что верховная жрица она в курсе всего что модно но она свой ум имеет свою светлую голову теперь на субботу две карты на субботу и две карты ренорман на субботу я возьму для вас и так мои дорогие на субботу император в пятницу императрица в субботу император вот знаете может быть пятницу вот в сауну пойти или же в спа вот в себя так знаете баловать в субботу встреча с императором это может быть свидание это может быть успех в чем-то император ваш мужчина субботу а также семерка чаш обещание от мужчины но мужчина когда обещает много женщине не всегда он подлец очень часто он многие же много женщине обещает потому что он хочет ей понравиться это внук принципе добрыми делами как говорят вымощена дорога в ад но он делает это не со зла мы часто не понимаем думаем что он постоянно со зла делать но здесь обещание мужчине мужчины к вам знаете что его обещанием не нужно верить но хотя бы на 50 процентов но можно понять что это он делает то что вас любит хочет понравиться вам не обязательно воспользоваться нет я бы сказала что нет любит хочет понравиться хочет вам помочь подставить как бы свое плечо опять же да так где то еще на ленорман ну карта судьбы карта книга хорошая карта и мужчина вышел вот это расклада каждый расклад по по-своему мощный на каждую неделю я делаю и будете пересматривать будете каждый раз для себя что-то новое находить но здесь однозначно в субботу смотрите судьба судьба нож судьбоносный мужчина обе колоды показали одну и ту же энергетику я это называю место силой когда карты повторяются это всегда место силы и так в субботу самый сильный день для свидания примирения любви разговоров с теми с кем вы партнеры и умение разговаривать потому что разговоры могут как поссорить так и помирить здесь судьба носные разговоры которые вас могут помирить с любимым человеком это очень хороший день для знакомства или для дружбы для любви для встречи но вот карта семерка чаш предупреждает не всему верьте потому что он может быть под впечатлением этот мужчина может быть вами очарован под впечатлением поэтому может обидно обещать в три короба но это хороший знак еще раз повторяю что он чего-то хочет пообещать судьба носный мужчина по судьбе может встретиться очень многим в субботу или может быть тот мужчина с которым вы живете по судьбе просто с ним как-то не складывалась но в субботу это хороший день вот как чистого листа все начинать до воскресенье мои дорогие две карты ленорман будут сейчас идти и так воскресенье у нас воскресенье это король жезлов здесь женская карта потому что у нас женщина то мужчина внутри это понятно да король жезлов и карта смерть старший аркан ну может мужчина будет себя плохо чувствовать ваш король жезлов это тот который вас любит которому вы преданы вы его любите какой-то день но может быть плохое самочувствие но карта смерть в основном это трансформация это переход это знаете оставить позади то что вас ссорило это могут быть третьи лица которым это выгодно и дьявол выходил так что мы уже понимаем что-то за люди которые мешают вашим отношениям вашей судьбе это могут быть и как на работе как и дома какие знаете бывшие ну в общем третьи лица или же обстоятельства обстоятельства прежде всего это деньги это финансы это какие-то бытовые стесненные условия но карта смерть говорит что произойдет обновление трансформация вы поймете как вам выйти из сложных положений сложных каких-то обстоятельств до чтобы сблизиться наоборот с мужчиной карта смерть это оставить сзади то что вам мешало жить вы знаете говорят что с милым шараше не рай да но я вам скажу что смелым во дворце тоже не рай если только деньги в голове там тоже рая нет ну вот это как какая-то средняя линия к говорил там христос буду про эту среднюю линию христос говорил мой путь узкий до дорога такая узкая то есть личная узкая значит личная а там буду говорил о среднем пути но одно и тоже говорили да все эти святые прошлых лет что понимаете но не нужно никого слушать и и не деньги и не безденежья и не бытовые сложности и есть они или нет а вот именно понимание что приоритет потому что по карте смерти у нас знаете нет никаких каких-то ложных ожиданий мы смотрим какой приоритет если приоритет у вас правильный и вы каждый день что-то делаете чтобы этот приоритет всегда был в вашем фокусе и фокусе вашего любимого человека у вас несомненно будет успех как в отношениях так и во всем буквально вот здесь правильно и выставить приоритеты воскресенье придется в отношениях не слушайте все всех сплетен всех этих вот мелочи обычно ссорят до мелочной силе в деньгах или же мелочность в суждениях или же какие-то сплетни ставьте свой приоритет и следуйте ему и вы не пожалеете карта сад гармония или же общество люди ну вот смотрите карта конечно она сама по себе в ленорман не прочитывается эта карта гармонии или людей других нора рядом с картой кольцо эта карта гармонии да если например рядом со змеей это другие люди злые люди а здесь гармония в отношениях потому что кольцо очень хорошая карта король жезлов тот который страстно хочет быть с вами любит по-настоящему не только на словах не только вот иллюзии как я в субботу говорила но по-настоящему любит и у него в сердце гармония к вам потому что он хочет вам подарить подарок какой-то но не рассчитывайте на на эти подарки поскольку часто мужчины относятся к женщине как к своей кукле до когда дарите подарки он подарит подарок потому что ему просто в кайф но не не воспринимайте это вот в тех рамках что женщина в любом случае должна быть независима она тогда всегда интересна миру и сама себе и мужчине независимо от этих подарков но подарки будут он выполнит обещание король жезлов что-то пообещает и начнет уже выполнять но это хорошая карта как я могу еще прочесть вы понимаете ведь в чем правдивость моего гадания я вам все показываю и рассказываю я энтузиаст и учитель по картам я вам рассказываю как значение их тоже да вот именно в данном контексте и здесь преданность мужчины преданность мужчины может быть нет пока у вас такого преданного мужчины и вы его найдете воскресенье есть шанс его уже искать первый шаг сделайте и пути терпеливы не то что раз и нашли первый шаг правильному поиску первый шаг правильному поискам надежного партнера вот этот такой расклад еще карта конечно мужчины эта карта бизнеса хорошего когда есть все хорошо идет у вас профессионализм вы работаете над своим профессионализм профессионализмом вам это в кайф и вот людям нужна ваша продукция потому что сад в то в данном случае это люди вот уже и хорошо да так что вот такие мои дорогие выводы я делаю конкретные выводы потому что перед вами тоже я светлый маг я себя показываю так что мне нечего скрывать я очень продивый человек и надеюсь что вы это чувствуете можно считать мою энергетику да и так мои дорогие вот это было таро ангелы которые вам дают благословение на неделю но и банденс это изобилие ангел изобилия и ангел праздника села брейшин вам нужно праздновать вообще каждый день нужно праздновать обязательно каждый день это праздник каждый день нужно что-то делать приятное для себя и для своих родных и вечером ставить галочки нужно обязательно что были план что что меня сегодня радовало если ничего не радовало здесь такое дело или на вас негатив серьезный или вы просто забыли как радоваться вам нужно возвращать к себе то эту возможность это качество до радоваться обязательно если у вас день рождения на этой неделе я от сердца поздравляю или у ваших родных желаю вам счастья здоровья всего самого лучшего и банденс это изобилие вы смотрите первые три дня желательно в денежки поберечь до чтобы доходы были выше расходов и у вас будет изобилие все будет хорошо и вот эти два ангела изобилие и праздник будут вас охранять целую неделю это гарантированно вам это ангелы таро и ангелы ленорман мои дорогие посмотрим стадии мы уже эта карта помните она перевернулась это неделю тоже изучать изучать что-то в профессии людей вокруг вас что им нужно что нужно вам совпадает ли то что нужно вам с тем что нужно людям если вообще не совпадает может нужны другие люди считывать с пространство информацию что сегодня мир может вам предложить не то что-то он враждебный какой-то ну да враждебный сейчас очень сильно но там где есть препятствие там в такой же мере есть и возможности это закон физики и спросить у себя что мне мир сегодня может предложить а что я могу миру предложить и начинать взаимодействовать с миром это стадии изучать пространство вокруг вас знаете из такое понятие в японской культуре ма это понятие пространство это между строк это понятие того что вот написано или вот видно и пространство между деревьями между камнями между людьми между небом и землей между луной и солнцем а это пространство это вот как знаете dark meta темное вещество в космосе там жизнь потому что темное вещество космосе это но 99.9 процентов всего космоса и это в темное вещество это же защита от негатива это есть атома вот это пространство энергия пространство считывайте ее и там есть все изобилие счастье радости но мы не умеем считывать пространство мои люди материальные мы видим окей вот это 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 а что между этим там возможности скрыты так что изучайте пространство и guardian angel ангел-хранитель будет вас оберегать ваш личный ангел-хранитель будет оберегать вас целую неделю но всегда оберегает но он просто себе напоминает да в рамках этого видео ангел-хранитель напоминает о себе о том что вас любят высшие силы у вас есть посланник которого послал сам творец чтобы вас оберегать чтобы вас защищать и вы никогда не бываете одиноки вот эти две карты ленорман сказал вот видим я осветила ангелами колоды и это было очень очень нужно и мощно я довольна что столько помощи в этом раскладе для вас мои дорогие по присутствуйте на сборе я часто собираю или с вами или же когда я уже выключила камеру но здесь я с вами собираю по присутствуйте мои дорогие на сборе и у вас все будет замечательно я знаю это можно пересматривать это можно всегда получать столько информации здесь только помощи дайте знать или вам нравится колода у меня есть обзор всех моих колод это не просто инструменты это погружение вот в этот мощный мир да сейчас мне пришла посылка извините я на секунду отойду и а комментарии почти все пишут хорошие я благодарю пальчик вверх пожалуйста я лена живая канада ванкувер кому интересно и здесь у меня студия для вас которую я держу открытую это открытое пространство для вас чтобы вы отдохнули получили предсказание провели с пользой для себя время в дружеской моей компании тоже моем скромном лице поэтому здесь все для вас и это чистое пространство где вы можете побыть наедине с собой и очень важно это да кстати вот обзоры колод у меня когда я делаю обзор колод у меня идут отписки люди отписываются я не понимаю этих людей люди пользуются мной и если что не по их сразу раз отписались много я вижу злости и раздражения а на самом деле обвить обзор колоды это очень важно это как бы лес подсознание да и эти карты они предназначены это от это язык язык космоса чтобы действительно это духовной практики поэтому когда вот идут духовные практики когда я показываю вам колоды мои мои инструменты и ваши тоже это духовная практика на самом деле да кстати почему я вот эту коробочку взяла вы видели обзор колоды я говорила о том что надо такая классная колобочка академия волшебства но она карты очень скользкие я очень боюсь что вот видите но нужно все такое такое скользко я очень боюсь что если вот так вот например где-то нести вроде вроде не выпадают ну чтобы они не выпадали самое главное да вроде не выпадает вроде все хорошо вот пусть они будут в их родной коробочке тогда люблю обожаю желаю вам счастья будете здоровы и счастливы и будем видеться тогда когда вам нужна помощь или же просто для дружбы для дружбы тоже очень важно мои дорогие вот смотрите нет не выпадают все хорошо медвежьи обнимашки из медвежьей раз лесной стороны будьте всегда счастливы и до новых встреч пока пока мои дорогие